Сегодня появился пост Аллы Пугачёвой из Израиля, из солнечного красивого Израиля. Она в изящной форме в своей, обратилась ко всем критикам, ко всем тем, кто её предал, к бывшим, кстати, её и друзьям, которые сейчас, оставшись в России, там льют грязь на неё. Но сделала это очень красиво. Живи спокойно, страна. Но ты не перепутал, нет? Да ты что, с таким-то голосом? С глухом. Нет, с голосом. Кого интересуют ноты? К чёрту ноты. Алла Борисовна имела их всех в виду. Будучи очень умной, будучи очень опытной, ироничной и вообще мега-мега-мега-звездой, она с высоты своего положения, своего опыта, своей популярности и своей народной любви плюёт на эту кодлу завистников, негодяев, бездарей, идиотов, лжепатриотов. Просто плюёт. Я искренне восхищаюсь ей, искренне. Я очень ей благодарен за позицию её. И, конечно, я искренне восхищаюсь Максимом Галкиным, и благодарен ему, и всегда буду об этом говорить. Моей благодарности нет предела. Настолько эти люди в самое тяжёлое для Украины время повели себя по-человечески. Они себя просто повели по-человечески. А это так трудно для многих быть людьми. Они оказались людьми. Они оказались на стороне добра. Я сейчас не говорю, они оказались на стороне Украины. Они оказались на стороне добра. На светлой стороне. Дима, а ты заметил, вот как деградировали все те, кто остался на стороне зла и поддерживает сегодня Путина? У них рожи, посмотри, какие. По оптику, ну реально деграданты все. Ну конечно, когда ты занимаешься неправедным делом и понимаешь, они же не отбитые до конца, какие-то мозги у них есть, ну ладно, Лепс уже спился, скурился и скололся уже. Он уже, слушай, это вообще, значит, одно видео я на днях видел, он, значит, на сцене стоял, пел, вдруг бросил микрофон о сцену и пошел на выход со сцены, по дороге бросил еще очки. А вчера я видел видео, как он напал на кого-то в Питере, напал на человека, причем размахивал кулаченками своими, пока охранник этого человека не ударил. А когда охранник его ударил, он подбежал и начал пинать его ногами. Фу, вообще, фу, просто фу. И в результате, ну, деградант конченый, конечно. Ты помнишь, как мы его чуть не довели до разрыва сердца? Надо было довести. Когда-нибудь, когда-нибудь об этом в мемуарах расскажу. Что мы с ним сделали в день его 50-летия. Это история на потом. Да. Что касается остальных, ну, это деградант, это понятно. Ну, вот эти Газмановы, Расторгуевы, Долина, это страшная. Кто там еще? Да их там полно. Ну, они, наверное, понимают, что они вытворяют. Наверное, понимают. И это их съедает, я думаю. Посмотри, Басков. Он же не дурак. Коля не дурак. Посмотри на его выражение лица. Там все на лице написано. Мало того, он жирный стал такой. И лицо у него тяжелое такое. Он понимает, что он ввязался не туда. Влез не туда. Ну, Киркоров тот дурак. Тот мог влезть по глупости. Аллы Борисовны тем более рядом нет. Подсказать некому. А этот умный Басков. И этот все понимает. Ну, трагедия. Трагедия для этих полуразложившихся и разложившихся людей. Хотя людьми из них мало кого можно назвать.